Приветствую! Я Татьяна Фомичева, автор проекта Кристаллософия. И сегодня чуть-чуть говорим про Цоизид. Это вот такой камень, он немножко тяжелый, тяжелее обычных камней, то есть он тяжелее кварца, и вы, взяв в руки, сразу это ощутите. У него более такая вот как бы зернистая внутренняя структура, и он напоминает киви. Вот мне он напоминает киви, зеленая мякоть с черненькими зернышками. Он может быть вот такой вот, но здесь у меня вот разновидность, которая содержит рубин. Тот рубин, который мы все знаем, действительно, как ювелирный камень, как рубин. Единственное, что он здесь не прозрачный, и он очень украшает, вот с одной стороны он зелененький, с другой стороны он рубиновый. А это у меня вот такие массажные палочки, почти волшебные. Так вот, кстати, ювелирная разновидность Цоизида, это Танзанит. Это прозрачный и очень красивый камень. Так вот, мы сейчас говорим про вот такой вот фисташковый, с черными крапинками и с красненькими включениями рубина. Камень. Этот камень сразу вот по своему цвету он говорит о нежной сердечности, о сердечных чувствах, о спокойной нервной системе и о страсти. Вот рубин добавляет вот этому зеленому цвету вот такой вот страсти, с некоторой властностью. И хочу напомнить, что современные энергии рубина, они не только царственные и властные, но они еще позволяют тем, кто облечен властью, заботиться о своих подданных. То есть уровень выше, уровень ответственности выше. Не просто я царь и я владею, а еще я хороший хозяин и хороший папа для всех своих или мама, для всех своих подданных. Поэтому вот этот камень помогает иметь широту сердца, особенно когда с рубином, широту размаха, широту сердечности и щедрость, сердечную щедрость. Для здоровья этот камень очищает все негативные энергии и негативные блоки, которые есть в теле и которые попали в тело через отсутствие любви, через зажимы на пути следования любви. То есть когда человек разуверился, когда человек не верит, когда человек не пропускает, когда человек не доверяет, что это может быть от любви. И когда у него есть некоторые установки, что я недостойна любви или я недостойна любви, или же что любви на свете вовсе нет. Так вот, вот этот камень может это исцелить. Это нервная система, это система сердечно-сосудистых всех проблем, свойств. И это система доверия. Именно доверия. Доверие себе и доверие другим. Возможности довериться в широком смысле жизни целиком. И ответственность за эту жизнь это рубин. Поэтому очень хороший камень. Он такой тяжеленький. С ним можно дома общаться, если у вас есть шарик или фигурка. Кстати, фигурки из них вырезают. Совсем не обязательно иметь такие палочки. Могут быть просто вот такие вот голыши с рубиновыми включениями. Я советую все-таки с рубиновыми включениями иметь. И постарайтесь, чтобы рубина было меньше. Особенно тем, у кого повышенное давление. И вот в вашем минеральном сундучке пусть будут эти камешки. И когда вы почувствуете, что вы теряете уверенность в любви, вы теряете спокойствие, вас растоптал стресс или жизненные обстоятельства, возьмите эти камешки и просто вот посидите и отдайтесь им. Вот позвольте всем своим энергиям отдаться и впитаться и объединиться, вот смешаться с этими камнями. Вы сразу почувствуете, где-то 10 минут будет достаточно, вы сразу почувствуете успокоение и поддержку. Потому что этот камень скажет, я очистил весь твой негативный фон и дал тебе любовь. И это была Татьяна Фомичева, автор проекта Кристаллософия.